Ежегодно 29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Дагестанцев медицинские мероприятия не обошли стороной. Республиканский центр здоровья в том числе. Хотя организация и в другие дни предоставляет жителям республики возможность обследоваться бесплатно. О доступной медицине Ума Ибрагимова. Проверить зрение, легкие, сердце и состояние зубов. В медицинском центре здоровья это доступно без потери времени и денег. Государственная клиника предоставляет жителям республики уникальную возможность проверить свое здоровье вне зависимости от места проживания. Для того, чтобы пройти обследование, необходимо иметь при себе медицинский страховой полис и паспорт. Благодаря новейшей технике работа в центре ведется динамично. Буквально в течение 20 минут пациент может пройти всю процедуру обследования. На это кресло боятся сесть многие. Я в том числе. Но для профилактики стоматолога необходимо посещать хотя бы два раза в год. Как правильно чистить зубы и какие напитки не стоит употреблять. С секретом красивой улыбки с заградой Бегова делится с пациентами охотно. На уровне десны, как бы из десны, из зубов выметающими движениями мы произведем такие движения. Аиша Тухаева сторонник народной медицины. Но хотя бы раз в год необходимо обследоваться у врачей, считает Аиша. Так она избавляется от излишних опасений. Это обследование необходимо для того, чтобы, ну, прежде всего, чтобы сам человек был спокойный, что с ним все в порядке. А если что-то обнаруживается, неведение – это самое трудное для человека. Поэтому, когда мы очень долго не бываем, не проводим такие обследования, диагностики, мы можем себе надумать всякое, что в интернете, а какую-то головную боль могут разрисовать как какое-то серьезное заболевание. А в этом кабинете пациент проходит последнюю инстанцию. Терапевт выдает ему вот такую карту с результатами обследования и дальнейшими показаниями. Лейла Муслимова принимает в день не менее 15 пациентов. Рассказывает, что, как правило, у обследовавшихся выявляют проблему с питанием. У молодых – чаще всего. Очень часто у них наблюдаем аритмию. Это чаще всего связано с неправильным режимом дня у них, недосыпание. Также неправильное питание – это у всех. Несмотря на периодические обследования, всегда все зависит от самого пациента. Считает главврач центра Патима Тамарова. Чтобы симптомы не привели к определенному диагнозу, ежегодно любой житель России, в данном случае Дагестана, может и должен обратиться к нам, должен, как говорят, может обратиться к нам для профилактической помощи и для коррекции факторов риска социально значимых заболеваний. Республиканский центр здоровья работает с 8 утра до 16.30. Ума Ибрагимова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.